Ольга Робетовна, листопад, биохимико-психолог, единая энергосистема древних. Добрый день, дамы и господа. На сегодняшний день по всему миру обнаружено значительное количество древних мегалитетов. Видите храм Хадшопсут. Даже по мнению современных официальных историков Египта, есть твердое убеждение, что это разрушенная пирамида, которая потом была перестроена во времена царицы Хадшопсута. То есть здесь мы можем видеть внутреннее строение бывшего сооружения. Но при этом, если мы посмотрим на расположение построек в этих комплексах, то мы обнаружим сходство с расположением, с одним знакомым нам объектом. Это современной интегральной микросхемой. Но при этом не только расположение построек в комплексах роднит данные комплексы, известные нам микроэлектроникой. Есть и другие факторы. Сама кубическая границентрированная кристаллическая решетка кремния представляет собой вариант упаковки атомов по типу алмазов, где каждый атом третьего слоя располагается над лунками первого слоя. Такая кристаллическая решетка представляет собой тетраэдер, по вершинам которого расположены атомы, окружающие атом в центре. Все эти атомы связаны между собой силами кавалентной связи, так как каждый из них имеет на внешнем слое по 4 валентных электронов. Таким образом, мы можем говорить о том, что сама форма пирамиды является увеличенной в масштабе копией кристаллической решетки самого кремния. И пирамида сложена из силикатных пород, то есть из кремниевых пород. На это, в принципе, можно возразить тем, что далеко не все пирамиды или не все блоки в пирамидах состоят исключительно из силикатных пород. И встречаются там и карбонитные породы, это, как правило, и звездняк и ракушечник, которые не являются полуроводниками, в отличие от кремния. Но при этом, во-первых, даже в случаях, когда такие осадочные породы в теле пирамиды встречаются, в них есть большой процент содержания песка, который представляет собой различные варианты оксида кремния. Во-вторых, эти породы являются карбонитами, но кристаллическая решетка карбонитов аналогична кристаллической решетке кремния. И именно такая форма кристаллической решетки дает в результате то, что силикатные породы обладают пьезоэффектом. Единственная разница заключается в том, что карбониты, в отличие от кремния, не являются полупроводниками, однако на сегодняшний день уже давно экспериментально доказано, что под большим давлением карбониты проявляют полупроводниковые свойства, а то, что блоки в многотонном теле пирамиды испытывают на себе большие нагрузки, то есть находятся под большим давлением, наверное, ни у кого не вызывает никакого сомнения. При исследовании египетских пирамид, как сохранившихся, так и полуразрушенных, неоднократно отмечалось симметричное расположение гранитных блоков среди блоков осадочных пород в теле пирамиды. Такое расположение принято объяснять тем, что гранитные блоки, будучи более прочными, выполняют элементы несущей конструкции. Однако это не соответствует действительности, так как они не расположены в местах максимальной нагрузки и подчас даже просто висят в воздухе, как гранитные пробки. Однако если мы рассмотрим пирамиду как увеличенную модель кристаллической решетки кремния, то обнаружим, что расположение гранитных блоков в теле пирамиды строго соответствует узлам кристаллической решетки кремния. Это может свидетельствовать пользу того, что строителями пирамид учитывался пьезоэлектрический эффект силикатных пород с украплениями кварцевых кристаллов. А титанические же размеры пирамиды необходимы для достижения эффекта масштаба, когда резкое увеличение размера влечет за собой резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний, а энергия колебательной системы пропорциональна квадрату амплитуды. Именно это объясняет то, что на сегодняшний день кварц и другие силикатные породы очень часто используются в производстве аппаратуры для получения ультразвуковых волн и вообще высокочастотных волн. И преобладание таких волн в теле пирамиды неоднократно фиксировала аппаратура исследователей. То есть мы говорим о том, что в силу своих конструктивных особенностей и материала, из которого сложена пирамида, этот объект производит и генерирует высокочастотные волны и ультразвук. Что касается древних подземных сооружений, то они встречаются по всему миру, их обнаружено на сегодняшний день много, но они практически не исследованы. Известно лишь то, что они тянутся на многое километры, пересекая подчас целые континенты. Речь идет как о подземельях Южной и Центральной Америки, Средиземноморья, Индии, Китая, Ближней, Передней Азии и, разумеется, подземелья Египта, которые на сегодняшний день для современных египтян представляют реальную проблему, так как у них регулярно туда проваливаются жилые дома. И в Египте даже существует закон, запрещающий копать глубже трех метров даже под фундамент зданий и для погребений. Здесь вы можете видеть, исследованные сооружения эти плохо, но, тем не менее, некоторая часть из них использовалась еще во времена фараонов для обустройства усыпальниц. Вот вверху на слайдах вы можете видеть знаменитую давину царей, когда фараоны осваивали это древнее по сооружению. Ниже приведена примерная современная реконструкция, как это подземелья должны выглядеть по описаниям очевидцев. Внешний ряд слайдов — это сфотографированные входы в подземелье на плато Гиза, которые может видеть любой турист. Их там очень много. Обращает на себя внимание планировка многих подземных сооружений, расположение камер, в которых сходность конструкции волновых каналов или логопериодических вибраторных антенн, которые широко применяются сегодня, так как обеспечивают очень высокие электродинамические характеристики практически в любой заданной полосе частот дециметрового диапазона. Следующий слайд, пожалуйста. Излучение такой антенны можно воспринимать как сумму излучения всех ее вибраторов. Дальность приема и передачи сигнала такой антенны, если сигнал распространяется вдоль поверхности Земли, становительно невеликая и, как правило, не превышает 100 километров. Но она может быть увеличена за счет способности с дециметровых волн рассеиваться на неоднократности тропосферы. На приведенном рисунке вы можете видеть схему расположения подземных камер под пирамидой Джосера в Египте. Конструкция современной антенны для приема сигнала в дециметровом диапазоне. Сходство совершенно очевидно. Здесь приведен рисунок подземелья, который находится под масштабами. И еще вы можете видеть расположение ложных перекрытий над камерой царя в Великой пирамиде Гизы аналогичной конструкции. Данное помещение находится в фокусе пирамиды, куда проецируется сигнал из подземных сооружений. То, что эта технология имеет место в наше время, уже... Подвиньте, пожалуйста, тут не видно нижнюю часть слайда. В наше время эта технология широко применяется сегодня. Следующий слайд, будьте любезны. Вы можете видеть расположение фокуса пирамиды. Это камера царя в Великой пирамиде. И современную многофункциональную радиолокационную станцию кругового обзора сантиметрового диапазона Дун-2, которая обеспечивает противоракетную оборону Москвы. Тоже можно воспринимать ее как масштабу. Другим доказательством этой идеи является ломаная пирамида в египетском Дашуре, которая отличается от других пирамид Древнего царства тем, что она имеет не один, а два входа на северной и западной сторонах. Традиционно принято считать, что изначально строители неверно рассчитали угол наклона пирамиды, поэтому пришлось корректировать в процессе строительства. Однако на сегодняшний день ломаная пирамида является чуть не самой лучшей сохранившейся пирамидой в Египте. А арабы даже дали имя устойчивой, так как в эпоху, когда они повсеместно разбирали древние сооружения на стройматериалы, эту пирамиду разобрать им так и не удалось. Совершенно очевидно, что такой угол наклона задумал строителями изначально. И если мы посмотрим на пирамиды, как на антенные излучатели с фазированными антенными решетками, подобные приведенному здесь комплексу, то мы увидим, что сходство совершенно очевидно. Это на сегодняшний день таких антенн, подобных радиолокационной станции, существует очень много. То есть сами пирамиды, равно как и мостабы, являются антенными излучателями, с фазированными антенными решетками, в которых относительно фазы сигналов изменяется комплекс, а так что эффективное излучение антенн усиливается в каком-то одном желаемом направлении и ослабляется во всех других направлениях. Если мы говорим о том, что в сигналы из подземных сооружений фокусируется фокус пирамиды, то мы говорим о том, что в центральных помещениях пирамиды резко усиливается акустическая волна. И доказательства этого находятся у нас перед глазами. Это знаменитая красная пирамида в египетском Дашуре, где интенсивно образуются потеки на сегодняшний день даже, и происхождение которых мало кто понимает. На самом деле причина здесь чисто химическая. Почва Египта богата железом, поэтому большой процент его иона содержится в воздухе. Дашур – нефтеносный район, то есть в воздухе там находится большой процент ионов углерода. В ограниченном пространстве пирамиды в воздухе, содержащей эти примеси, гонимая акустическая волна неоднократно отражается от ступенчатого свода пирамиды. И тяжелые примеси воздуха оседают в местах преломления и отражения волны. Потом они вступают между собой в химическую реакцию, образуя полимерный кристалл, который по физическим данным является суспензией, поэтому он и течет. И кристалл этот имеет черно-красный цвет, который обеспечивает углерод и железо, входящий в его состав. Это реакция поликонденсации, проходящая при обычной температуре под воздействием акустической волны, которая широко применяется сегодня в нашей химической промышленности, главным образом для производства, транспортировки и хранения лакокрасочных изделий. Здесь вы можете видеть три схемы стандартного протекания реакции поликонденсации, которая сегодня широко применяется у нас. На сегодняшний день в качестве акустического сигнала чаще всего используется ультразвук, так как он наиболее эффективен, но в принципе могут быть использованы волны и другого частотного диапазона. Однако, если мы говорим о том, что сама пирамида производит высокочастотные волны и инфразвук, и ультразвук, то подземные сооружения конструктивно устроены так, что они улавливают идущие от Земли низкочастотные волны и инфразвук, производимые самой планетой. Что неоднократно фиксировало аппаратуру исследователей, так как там уровень низкочастотных шмотов на порядке превосходит естественный фон, и мощность его настолько велика, что аккумуляторы исследователей в подземельях садятся в пять раз быстрее, чем на поверхности. То есть, если мы говорим о комплексе, энергетическом комплексе пирамида плюс подземное сооружение, то мы говорим о генераторе, который работает сразу на двух частотных диапазонах. На сегодняшний день принято считать, что это невозможно, так как считается, что эти частотные диапазоны существуют совершенно независимо и не могут быть преобразованы друг в друга. Однако это совершенно не так. Уже на сегодняшний день есть практические разработки преобразования низкочастотных шумов, которые, по ищем, неисчерпаемых, но, к сожалению, очень низкоэнергетичных, высокоэнергетичные, высокочастотные волны и ультразвук. И такие разработки имеют вполне практическое применение. Одной из таких разработок является акустический метод предотвращения отложения парафина в нефтяных скважинах. Запатентован в 2005 году группой российских ученых Музей ВПМ Савиных Богдановым и Гоняевым. Предлагаемый ученым метод предполагает преобразование продольных низкочастотных технических сумм в стоячие ультразвуковые волны. Излучателем, преобразователем волны, то есть излучателем акустических колебаний в данной установке является четвертьволновой резонатор, который еще называют лабиринтом. И если мы вспомним о том, что, согласно многочисленным легендам, древнее подземное сооружение имеет конструкцию лабиринтов, и тоже отмечаются временные исследователи, которые исследуют эти подземелья, то мы обнаружим, что самоконструктивные особенности этих подземелий являются как раз тем самым преобразователем. Следующий слайд, пожалуйста. То есть получается ситуация такая, что древнее подземное сооружение улавливает инфразвук, идущий от земли. Конструкция этих подземелий является лабиринтом, преобразовывая низкочастотные волны и инфразвук, высокочастотные, высокоэнергетичные волны и ультразвук, фокусируя это во внутреннее помещение пирамиды, где волна резонирует с высокочастотными волнами и ультразвуком, производимыми самой пирамидой, образуя мощную энергетическую волну, которая транслируется посредством беспроводной связи с помощью конструктивных особенностей антенн пирамиды, антенн подземелий. Каждый элемент такой конструкции является частью фрактальной антенны, сфазированной решеткой. И антенна это представляет глобальную систему планетарного характера. Мощность этой системы настолько велика, что с помощью нее можно транслировать сигнал в любую точку космоса, принимать сигнал обратно. Также система настолько эффективна и уникальна, не имеет аналогов на сегодняшний день в нашем мире, что она может производить глобальное энергетическое поле, являвшее неисчерпаемым источником энергии для древних машин. А с учетом того, что сами сооружения сделаны из силикатных пород с большим вкраплением кварцевых кристаллов, обладающих безоэффектом к тому же, мы можем говорить о том, что с помощью этой системы можно хранить, записывать и воспроизводить информацию. При этом стоит отметить, что у всех народов мира существуют легенды, что в древних подземельях существуют знаменитые залы знаний, где находится информация о знаниях ушедшего мира. Наиболее известна легенда о зале знаний, который находится под левой лапой сфинкса. Традиционные историки, как правило, представляют это видеть, что это сказка, не имеющая под собой никаких оснований. На верхнем картинке вы можете видеть примерное расположение, которое по описаниям составили очевидцы. Однако вход в это подземелье, несмотря на официальную точку зрения, скрыть невозможно. И каждый, кто был в Египте и видел сфинкса вблизи, не мог не заметить внушительных размеров колодец. Вот он на фотографии приведен, являющийся входом в данное подземелье. И есть еще очень интересные объекты. Речь идет о знаменитом металлической библиотеке, находящейся в подземельях Эквадора, часть из которых входила в состав знаменитой коллекции Падре Криспи. Согласно очевидцам, информация записана в металлических листах, преимущественно в медных, серебряных и золотых. На некоторых фотографиях действительно можно заметить на листах следы медной патины. Однако другие выглядят совершенно неподверженными коррозии. Конечно, без точного химического анализа сделать в составе сплава невозможно. Но учитывая тенденцию, существующую в других районах мира, а также характер близлежащих родных месторождений, можно с большой долей вероятности предположить, что основой этих сплавов является металлоплатиновой группы, главным образом платиной осми и ридий, с добавлением золота и палладия, а также содержащие мет, серебро и никель в разных процентных соотношениях. И если мы говорим о том, что эти сооружения имеют отношение к микроэлектронике, в нашем понимании, то такой выбор предплатиновых металлов совершенно не случайен. Ведь возможности платиновых металлов безграничны, не исчерпаемы. Они обладают высокой термостойкостью и пластичностью, хорошей свариваемостью. И очень забавно сегодняшний день применяется в химической промышленности в качестве катализаторов электродов при электролизе для изготовления высокотемпературных термопар, термометров сопротивления, топливных элементах и совершенно незаменимы в радиотехнике и микроэлектронике. Поэтому именно такой выбор опять же указывает на то, что эти сооружения имеют технологическое происхождение. Кроме того, если мы рассматриваем фотографии хранившихся в коллекции падреприспи металлических пластин, то на них мы можем видеть изображения людей и животных, многие из которых, как в частности слоны, являются давно вымершими в Южной Америке, что недвусмысленно свидетельствует пользу невероятной древности этого артефакта. Встречаются записи на неизвестном языке, но есть и совершенно уникальные объекты, которые здесь этим приведем, к сожалению, плохо видно немножко. Это очень странные объекты, которых, кстати, очень много. Своебразные таблицы с разбивкой 4 на 8 клеток, внутри которых находятся странные символы, на каждой из которых напоминает некий график. При этом символы никогда не повторяются. Окружена таблица сложным орнаментом, напоминающим похорону. Даже пеклово взгляда на этот предмет достаточно для того, чтобы увидеть сходство с знакомым нам машинным кодом, бинарным-бибинарным кодированием, применяемым сегодня в современной компьютерной технике. О чем говорит как сама разбивка таблицы, так как символы внутри, просто в целях экономии времени я не буду точно объяснять. Кроме того, общее очертание этой таблицы напоминает знакомый нам предмет. Предмет — это центральный процессор любого компьютера или контролируемого логического контроллера. Тем не менее, как бы и велика не была металлическая библиотека, записать на ней все знания цивилизации, построившей глобальную энергоинформационную систему мегамашин, совершенно невозможно. А учитывая подобные объекты, можно сделать вывод о том, что во всяком случае часть из них является не носителем информации, а ключами-кодами, с помощью которых можно активизировать эту систему и запустить ее сегодня, если, конечно, это возможно, с учетом произошедших разрушений. Однако даже если мы не сможем сегодня запустить систему пирамид по всему миру, мы, во всяком случае, изучив эту технологию, сможем воспроизвести ее, что произведет качественный скачок нашего современного знания. В заключение хочется лишь добавить то, что не только пирамиды и подземные сооружения являются частью этой планетарной системы. Есть и более уникальные объекты. Это странным образом изрезанные монолитные скалы в основу гранитных пород, то есть телекатных пород с вкраплениями кварцевых кристаллов, встречающиеся по всему миру. Для наглядности здесь я привела два примера. Это знаменитая львиная скала Сигирия на острове Шериланка, бывший Цейлон, и недавно обнаруженные у побережья японского острова реки по отводной монолит Янакуни. Немецкие исследователи, проводя характер анализ двух объектов, как по внешнему очертанию, так и по форме и расположению выступов, которые вырезаны на них, обнаружили большое сходство, которое приведено на схеме. Вот эту схему приводят немецкие исследователи. Если при этом добавить, что это опять же силикатная порода, то есть обладающая пьезоэффектом с вкраплениями кварцевых кристаллов, способных записывать информацию, то мы можем сделать вывод о том, что эти сооружения тоже являются частью глобальной системы. А согласно лангийским легендам, в недрах Сигирии существуют подземные коммуникации, уходящие далеко на материк. Благодарю за внимание. Коллеги, ну похлопаем, это же прекрасно, не тщательно доказывает. Спасибо.